Здравствуйте! С вами Марина Романюк и итоговая информационная программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Сразу два ареста. Игорь Греков и Ирина Петина заключены под стражу. Крыша потекла. Жильцы многоэтажки в Московском районе продолжают поиск тех, кто должен починить кровлю. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По этой же статье обвиняется и бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петиной. Подробности далее в сюжете. Новость, которая всколыхнула все социальные сети. Арест бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Как сообщается в СМИ, задержали его сотрудники столичного ФСБ 13 июля в Ростове-на-Дону. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2018 по 2021 годы обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Двумя днями ранее, 11 июля, была задержана Ирина Петина, бывший член Совета Федерации ФСРФ от Рязанской области. Ей предъявлено обвинение по той же статье получения взяток в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье до 15 лет лишения свободы. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Центрального аппарата и регионального управления ФСБ России. По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых, целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету. В настоящий момент Ирина Петина обжаловала решение Советского районного суда о Рязани об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Рассмотрение жалобы состоится 19 июля. Заместителем прокурора железнодорожного района города Рязани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Московской области, обвиняемых в совершении двух эпизодов мошенничества группы лиц по предварительному сговору, один из которых с причинением значительного ущерба, а второй в крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2022 года молодые люди решили заняться хищением денежных средств путем обмана граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Так, в сентябре 2022 года неустановленное в ходе следствия лицо по телефону сообщило двум жителям Рязани о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и для решения вопроса требуется значительная денежная сумма. Рязанцы, введенные в заблуждение, согласились на передачу денег. После этого неустановленное лицо сообщило 21-летнему жителю города Сергеев Посад, а тот, в свою очередь, своим приятелям, которые с этой целью уже находились в Рязани. Следуя инструкциям, два курьера приехали к обманутым рязанцам и забрали у них в общей сложности 750 тысяч рублей. Часть из этих денежных средств молодые люди оставили себе, а больше перевели неустановленному лицу. Преступная деятельность мошенников была пресечена сотрудниками полиции, которые в сентябре 2022 года задержали их на Казанском вокзале города Москвы. В ходе расследования обвиняемую в вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Собранные предварительным следствием по делу доказательства явились достаточными для предъявления обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой района направлено для рассмотрения по существу в железнодорожный районный суд города Рязани. Крыша течет, неисправная кровля в доме 21-1 по улице Комбайновой проблема уже много лет. Жильцы верхнего этажа живут в окружении плесени, сырости и грибка. Стены не просыхают, потолки рушатся, но самое опасное – вода льется прямо в электрощитки. Пока жильцы не могут добиться исправления ситуации ни в одной инстанции. Вот уже год длятся судебные тяжбы Александра Тюгаева с ЖЭУ номер 8. В прошлом июле 24 числа в квартире его родителей случился серьезный пожар. Был дождик. Заключением МЧС поставлено о том, что было возгорание в середине комнаты, в районе люстра, на потолке. ЖЭУ вину не признает. У них, ну, у нас крыша не течет и все. В данный момент идет судебное разбирательство. Вот даже повестки достал сегодня. Пойду получать суд. У него живут с ним еще двое родителей. Папа лежачий. Он за ним нужен с постоянным уходом. Мама перенесла операцию на сердце и едва ходит. Сейчас в квартире нет ни электричества, ни отопления. Под потолком вместо люстры висит ведро. Ведь ситуация с текущей кровлей с тех пор неизменна. И каждый дождь заканчивается водопадами прямо в квартиру. При этом мать Александра, человек советской закалки, всю жизнь проработавшая на заводе, продолжает ежемесячно оплачивать все квитанции. Ситуация касается большинства жильцов. У соседа через стенку, к слову, рухнул потолок от постоянных течек. А стены, под отвалившимися после очередного ливня, обоями оказались сплошь покрыты плесенью. Мужчина, к слову, тоже собирается судиться. Слоя не дома, там как раз все видно с моей стороны у соседа. У него вообще потолок обвалился, скажем так, арматура торчит, которая уже сгоняла даже. Соседние подъезды страдают от дождей не меньше. Каждый облачный день сулит людям ухудшение погоды в доме. Течет очень давно, обращался в ЖК, обещают сделать, никогда не отказывают. И может быть даже что-то и делают. Но как текло, так и течет. И самое страшное то, что вот оно протекло, и вроде бы дождь прошел, и вроде бы как все. Но у меня продолжает течь, видно, где-то там попадает вода в какие-то полости, и еще потом неделю течет. Единственное, что спасает, что это у меня в кладовке. Это темная комната. И частично в туалете. Чернота там у меня, грязь, грибок. Я не знаю, что. Это одно. Второе. Над электрическим щитом у нас то же самое. Значит, вода течет прямо в электрический щит, заливать его. И не дай бог повторение вот Сашиной проблемы. Мне точно гореть придется, потому что это все над моей квартирой. В ЖУ номер 8 мы дозвонились. Главный инженер Ирина Махно так объяснила ситуацию. Несколько лет назад на этом доме проводился капитальный ремонт кровли. Существующее асфальтобетонное основание на крыше было заменено на цементно-песчаное. И вот этот цементно-песчаное основание, вновь смонтированное, сделанное подрядной организацией, оно все эти годы дает трещины. И когда мы укладываем на это основание рулонное покрытие, то вместе с порывами основания рвется и верхние рулонные слои. Мы периодически устраняем эти дефекты, стараемся. Но, к сожалению, образуются новые и новые участки повреждений. Ну, то есть, по факту, это вопросы скорее к подрядной организации, если я правильно понимаю, которая некачественно совершила ремонт. Гарантийные сроки уже прошли. Это больше 10 лет уже прошло. Но просто вот эта цементно-песчаная стяжка, она себя так ведет. Капитальный ремонт кровли в этом доме запланирован на 2034 год. Но местные жители считают, что в таких условиях опасно жить уже сегодня. Дело о пожаре в квартире Александра ведет юрист из Общества защиты прав потребителей. А мы будем следить за развитием ситуации. В Рязанской области продолжаются публичные доклады зампредов правительства и курируемых ими блоков. Затронули темы строительства, территории, природопользования и другие. Ответили на вопросы рязанцев, поступившие из зала и соцсетей. Особое внимание Анны Росляковой уделила теме помощи бойцам спецоперации и подшефному региону Херсонской области. Рязанские строители помогают ремонтировать капитальные объекты в Херсонской области. А специалисты ЖКХ налаживают тепло- и водоснабжение. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова во время публичного доклада зампредов правительства. Плюс субъект этот не так давно вошел в состав страны. Оттого помогают еще и, что называется, советам. Оказывают консультативно-методическую помощь органам местного самоуправления. В последнюю мою поездку в Херсонскую область как раз произошла катастрофа на Каховской ГЭС. Я в это время была в Новой Каховке. Поэтому, собственно говоря, там двое суток с коллегами из администрации налаживали процессы по эвакуации жителей. Ну и, собственно говоря, помощь. Поэтому часто это или не часто, наверное, не часто, но думаю, что будет со временем чаще. Большую часть своего доклада Анна Рослякова посвятила именно теме поддержки как участников СВО, так и членов их семей. А также тех рязанцев, которые активно помогают бойцам. Вяжут маскировочные сети, шьют балаклавы и печатают на 3D-принтере необходимые приспособления. Коснулись и другого важного вопроса – качества воздуха. Анна Рослякова рассказала, что только у региональной власти есть автоматическая круглосуточная система мониторинга качества атмосферного воздуха. В этом году оборудование докупят, чтобы не было перерывов на поверку. А в следующем приобретут дополнительно передвижные лаборатории, чтобы оперативнее реагировать на сигналы жителей. Для всех очевидно, что мониторинг не устраняет неприятный запах и вредные вещества. Поэтому комплекс мер, направленных на снижение вредных выбросов и улучшение качества стоков, должны предпринять все предприятия. Вне зависимости от того – государственные, муниципальные, частные. И вне зависимости от их размера. В этом направлении мы, собственно говоря, и будем двигаться в этом вопросе. После доклада перешли к вопросам из зала. Одна из тем – нашествие непарного шелкопряда. Министр природопользования отметил, что в прошлом году было обработано порядка 2000 гектар. Работу эту продолжат. По итогам осенней инвентаризации Центром защиты леса, Министерство природопользования направит заявку на получение дополнительных бюджетных средств, чтобы весной 2024 года провести мероприятие по локализации очагов. И в продолжении темы леса прозвучал вопрос о высадке лесных насаждений после прошлогодних пожаров. До этого момента необходимо провести лесопатологическое обследование, после которого назначается санитарно-оздоровительное мероприятие в лесах. Вот на 23-й год на осеннюю посадку министерством уже запланирована посадка на площади 600 гектар. Остальная площадь, пройденная огнем, гарит 22-го года, будут в рамках защиты бюджетных проектировок направляться заявки для получения финансирования, после чего также будет проводиться лесопатологическое обследование, санитарно-оздоровительное мероприятие и потом уже посадка на 2024-2025 годы. В регионе для снижения затрат создадут три муниципальных округа – Сасовский, Ряжский, Путятинский. А вот со Скопинским округом сложнее. Такое решение примут, если поступит инициатива от местных жителей. Также стало известно, что в Рязанской области пройдут мероприятия, посвященные столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Партнер программы «Неделя города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока прямиком к вашему столу. До 22 июля включительно возле главного входа в торговый центр «Премьер». В часовне имени Ипатия Трипалийского произошло поистине яркое событие. Старый деревянный купол заменили на новый. Примечательно и то, что часовня – это находится на земле былинного рязанского героя. Эта небольшая часовня стоит в селе Фролово Рязанской области. Рядом – памятник Евпатию Калаврату. Местные жители былинного героя называют защитником земли рязанской. Часовня ему и посвящена, хоть и с некоторыми оговорками. Священнослужители говорят, что Евпатий Калаврат не был святым. Поэтому часовня освящена в честь мученика Ипатия Трипалийского. Но что историки, что местные жители уверены – здесь и берет свое начало древний род калавратов. Как у всякой столицы, у Рязани был пригород. И вот, вероятнее всего, Фролово было одно из таких вот вотчин Калаврата. С его именем связан Орсовский городок, который по правую сторону от нас находился. Ну и городок у села Фролово, который по левую руку от меня сейчас находится. Вот это место, где установлена часовня в честь святого Ипатия, по местным легендам, опять же, являлось местом, с которого матушка Калаврата благословляла его нарадные подвиги. Согласно повести о разорении Рязани Баты, рано утром 21 декабря 1237 года, после пятидневной осады, монголо-татары взяли штурмом обессиленную Рязань. Калаврат в это время находился в Чернигове. О захвате родного города он узнал от гонца. Немедля ни минуты он поскакал к столице Рязанского княжества. Увиденное потрясло его, и он решил отомстить за гибель своего народа. Евпатий Калаврат собрал всех, кто уцелел от нашествия, и бросился в погоню за врагом. Почти две тысячи воинов сражались с отрядами Батыя. Хан бросал все новые и новые отряды на дружину Калаврата, но ничего не мог с ней поделать. Событие, которое сегодня мы с вами лицезрели, очень важно не только для Шиловской земли, но и для всей земли нашей Рязанской. Поскольку имя Евпатии Калаврата известно каждому, начиная со школьной скамьи. Сегодня в жизни часовни и правда важное событие. Здесь установлен новый купол взамен старого деревянного. Я сам верующий человек, постоянно хожу в храм. Это великолепно. Люди очень благодатно восприняли данное событие. Спасибо Анатолию Ивановичу Монахову, который помог осуществить устаревший купол, заменить на новый. Благодаря стараниям руководителя фонда Евпатии Калаврат Анатолия Монахова, эта часовня и появилась. Несколько лет назад здесь была освящена земля с родины богатыря и отправлена на поле сражения Калаврата с татарами. А сегодня часовня засияла ярким светом. Мы, жители села Фролово, хотим поблагодарить Анатолия Ивановича Монахова за то, что он построил этот маленький храм. И сегодня у нас большая радость, когда стало в деревне Фролово намного светлее. Фонд Евпатия Калаврата планирует развивать и расширять проекты, связанные с именем героя. В России верующие любят и почитают Казанскую икону Божьей Матери. С торжествами в честь этого образа связаны и церковные, и народные традиции. День Казанской иконы Божьей Матери отмечают дважды, летом и осенью. Казанскую и летнюю, так праздник называют в народе, ежегодно празднуют 21 июля. Казанскую икону Божьей Матери считают чудотворной. Почитать икону начали с 1579 года. Такая особенная символическая наполненность и значимость была определена, наверное, самим местом обретения извода Казанской иконы Божьей Матери. Дело в том, что прошел пожар большой в Казани, в новопостроенном городе. И в этот момент татары, живущие на этой территории, они просто посмеялись над русскими, сказав, что, наверное, ваш христианский бог вам не очень-то и помогает. И вот как заступница перед язычниками, как покровительница христиан на языческой земле, Богородица и явилась в этот момент для того, чтобы явно и вещественно доказать, что ее молитвенная помощь никогда не оскудевает. С тех пор это особое покровительство именно воинам, которые сражаются за веру христианскую. Икона сопровождала русские войска во время польской интервенции, Петра I во время борьбы со шведами. А в 1941 году самолет с этой иконой облетел Москву, когда началась Великая Отечественная война. Впоследствии появилось очень много списков, причем уже вскоре после того, как она была обретена, не было понятно стопроцентно, где подлинник, где списки. Очень много самых разных версий на этот счет бытует. И в конце концов появилось много списков, которые тоже, в свою очередь, стали признаваться чудодейственными. И, в общем, эта икона стала весьма и весьма популярной. У всех списков иконы Казанской Божьей Матери есть определенные отличительные черты. Это, как правило, оплечное или погрудное изображение Богородицы, то есть мы не видим ее путеводительного жеста к младенцу. А в остальном она, в принципе, очень похожа на Адигитрию. Единственное, что лики младенца и Богородицы сближаются друг с другом, то есть акцентируется связь между матерью и младенцем. И вот это, с одной стороны, акцентирование связи между двумя ликами, с другой стороны, это акцентирование связи с самим предстоящим предыконой, потому что укропнение лика – это значит укропнение глаз. Лик Казанской Богородицы сейчас есть в каждом храме. В Рязани именем иконы назван монастырь. В нашем музее есть несколько икон. Это иконы, которые раньше бытовали в храмах в Рязанских, не Казанских, поскольку популярны, то были и в других храмах. А если говорить о Казанских храмах, то здесь известно, в Переславле Рязанском еще в XVI веке был у нас монастырь Девичий Явленский, как он назывался. То есть он был посвящен явлению Казанской Божьей Матери. То есть, видимо, где-то вскоре после этого чудодейственного обретения в Казани он и появился. Сначала здесь существовал монастырь на территории Кремля, а затем в конце XVIII века был переведен на современную улицу Фурманова. Кроме того, что Казанская Божья Матерь сопровождает русское воинство, с момента ее обретения ей принято молиться об исцелении от болезней, о заступничестве, о семье и счастье в личной жизни. Казанские иконы, по традиции, благословляют новобрачных. Выставка Лилии Мазаловой открылась в галерее «Приювне Штурбанка». Художница пишет акварелию по ткани и получается удивительный результат. Нежные пейзажи и сочные натюрморты погружают зрителя в мир красок от Лилии Мазаловой. Художник работает в редкой технике горячего и холодного батика, росписи по шелку. На первый взгляд может показаться, что это нежность в работах от акварелей, и отчасти в этом есть доля истины, потому что художница пишет акварельные работы. При этом батик – прекрасная возможность сочетать живопись и работу с тканями, к которым художница питает давнюю любовь. Она окончила Рязанское художественное училище по специальности художник-модельер. Холодный батик делается с помощью красок, воды, ткани, резервирующего состава, а горячий батик – здесь используется парафин. Многослойное нанесение, парафин, цвет – все это очень интересно. Парафин потом выпаривается, также делается эффект крокле, эффект бликов. Очень все здорово. Создание работы всегда процесс многочасовой. Сначала мы идем, конечно, от идеи. В голове возникает, что я хочу изобразить. Либо это букет, либо натюрморт, либо пейзаж. Потом работа делается на бумаге. Набросок делается на бумаге. С бумаги набросок переводится на ткань. Потом идет работа с резервирующим составом, либо с парафином. И уже идет многослойное нанесение красок. Прежде чем наносить второй слой, необходимо, чтобы первый слой высох полностью. И таким образом работа у нас создается. Иногда целый день приходится потратить на работу. Вдохновение остается всегда. Если я берусь за работу, я теряю просто ориентир во времени. Это очень сильно затягивает. И недаром выставка называется «Во власти красок». Лилия Мазалова – педагог детской школы искусств номер 5. Эта выставка станет очередной в рамках проекта «Наставники», придуманного Рязанским отделением Творческого союза художников России. 2023 год объявлен нашим президентом годом педагога-наставника. Мы, Творческий союз художников России, и мы, преподаватели, практикующие, конечно, отозвались на это. И Творческий союз художников России Рязанское региональное отделение создали такой проект «Наставники». Что это такое? Это преподаватели, художники показывают свои работы в коллективных и в персональных выставках. Это направлено на популяризацию профессии педагога, на знакомство с нашей специальностью, именно введение в наш мир искусства, культуры, и просто, чтобы люди начинали красиво видеть этот мир. Возможно, эта выставка вдохновит взяться за кисти и краски и вас, ведь учиться никогда не поздно. Увидеть работы можно будет до 24 августа. Вход на выставку свободный. Икра и рыба Камчатская снова в Рязани. Выставка продажи морепродуктов свежих и вкусных, которая полюбилась многим рязанцам до 22 июля включительно возле торгового центра «Премьер». Вкусные и свежие морепродукты – залог здоровья. Витамины, жирные кислоты, йод, который, кстати, в нашем регионе в дефиците. В этих кусочках содержится все необходимое, чтобы ваше самочувствие было на высоте круглый год. К тому же употреблять рыбу и икру можно хоть каждый день. Диетологи советуют. Высокая жирность в данном случае не противопоказание, ведь жиры в красной морской рыбе полезные. И показатели белков такие, что не придется думать, как добрать суточную норму. Поэтому включить в ежедневный рацион морепродукты – рекомендация буквально для всех. Вот только найти качественную продукцию вдали от побережья крайне сложно. Но этот вопрос у рязанцев решен. Выставка продажа «Икрая и рыба Камчатская» удовлетворяет спрос на качественную, свежую и вкусную рыбу. Самую лучшую, естественно, чай, вычу. В ней много полезного всего. Не даром индейцы североамериканские заготовляют эту рыбу на зиму. И они ей питаются. Значит, все, что надо для жизни, там имеется. С селу понемножку. Приезжаю редко, я очень далеко живу. Поэтому приезжаю, понемножку возьму того-сего после пенсии. Тут выбор хороший. И свежие, и все. Да все знают, и все приходят. Все хорошие. Свежие. Жарких дней все больше. Врачи, как один, рекомендуют перейти на более легкое питание. Фрукты, овощи, рыба. И, конечно, морская рыба в приоритете. Кладезь минералов, витаминов и питательных веществ. Летом рыба просто незаменима. Здесь, на ярмарке «Икра и рыба Камчатская» можно выбрать морепродукты на любой вкус. Ассортимент более 35 видов рыбы удовлетворит самый взыскательный вкус. Нерка, тунец, кижуч, палтус и белуга. И, конечно, изюминка мобильной ярмарки «Чивыча», которую вообще сложно найти в продаже. И белорыбеца, которая тает во рту. А также красная икра премиум класса. Зернышко к зернышку. Каждый привоз первый день. Беру. Икру беру. Только икру беру. По крайней мере, видим, что берем. В баночках возьмешь, не знаешь, что там. А здесь все видно. И любим, и нужно. Горячего и холодного копчения. С ароматами, которые поражают воображение. Слабосоленое. Каждый, кто попробовал хоть раз, отмечает идеальное соотношение соли и специй к рыбе. Кстати, если сомневаетесь, попробовать можно прямо у прилавка. Продавцы любезно предоставляют любой продукт к дегустации. До 22 июля включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа лучшие морепродукты, которые можно приобрести в Рязани. Попробуйте и станете еще одним постоянным покупателем. На этом у меня все новости к настоящему часу. Смотрите больше репортажей и интервью с интересными людьми на сайте телекомпании и в социальных сетях. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова